Экология и энергосбережение – не пустые для меня слова. Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема моего доклада связана с важной проблемой, которая касается абсолютно каждого человека на планете Земля. Давайте для начала подумаем о природе. Что такое природа? Природа – это вода, воздух, солнце, звезды. Также это цветы, деревья, птицы, звери, насекомые. И человек – это тоже часть природы. Но природа – это не просто набор отдельных живых и неживых предметов и явлений. Природа – это единый дом, в котором все важны друг для друга и нужны друг другу. И в этом доме есть свои законы, которые необходимо соблюдать, чтобы всем жилось хорошо. Эти законы изучает наука экология. Экология – это наука о законах жизни природы, о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания. В переводе с греческого языка экос означает дом, логос – наука. То есть экология – наука о доме. Главный закон экологии – все связано со всем. Природе нужны и комары, и мухи, и зайцы, и волки, и ягоды, и даже ядовитые грибы. А еще, конечно, ветер, дождь, снег и чистый воздух. Помните замечательные стихи Бориса Захадера про всех на свете? Мне особенно нравится концовка. «И если мы с кем-то не очень дружны, мы все-таки очень друг другу нужны. А если нам кто-нибудь лишним покажется, то это, конечно, ошибкой окажется. Все-все, все на свете, на свете нужны. И это все дети запомнить должны». Но, конечно, человек не может жить, не используя богатств природы. Очень много лет люди брали у природы все, что хотели, не задумываясь о последствиях. Поэтому природе сейчас совсем нелегко. Исчезло немало разных видов животных и растений. А другие находятся на грани вымирания или их численность резко снижается. Вместо лесов появились луга и поля. Осушение болот привело к обмелению рек и озер и изменению климата. Природа как будто говорит нам «Остановитесь, мне плохо, мне нужно помочь». Но, к сожалению, не все ее слышат. Наука и экология учит нас, как можно использовать природу, не нанося ей ущерба. Она тесно связана с такими науками, как биология, химия, математика, география, физика, эпидемиология, социология. Создаются различные общественные экологические организации. Международный социально-экологический союз. Единственная международная экологическая организация, созданная в СССР в 1988 году. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии достаточно молодое, основан лишь в 2009 году. Всероссийское общество охраны природы основано в 1924 году. Международный союз охраны природы и природных ресурсов, создан в 1948 году. Гринпис. Эта международная организация была создана в 1971 году. Во многих странах проходят разные праздники и акции, посвященные сохранению природы. Всероссийский день посадки леса. В России проходит в апреле-майе. В первые выходные июня в России проходит Международный день очистки водоемов. За границей подобное мероприятие проходит в начале осени. 22 сентября уже на протяжении более 20 лет проходит акция, когда людей призывают отказаться от поездок на своем личном автотранспорте. День без автомобиля. В марте проводится замечательная акция «Час Земли». Вечером с полдевятого до полдесятого по местному времени. В этот час организаторы призывают всех отказаться от использования электричества на 60 минут. Событие проводится Всемирным фондом дикой природы. Сейчас эту акцию называют самой популярной на планете. В России, в частности, отключается подсветка Красной площади, архитектурного ансамбля Кремля, собора Василия Блаженного и Егума. Власти активно помогают экологам проводить эту акцию. Начиная с 2016 года, с августа по октябрь по всей России проходит полезный праздник. Такое народное название получил Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче». В поддержку фестиваля проводятся тематические уроки в образовательных учреждениях, научно-исследовательские конкурсы, тематические квесты, просветительские и благотворительные акции и мероприятия. Особое внимание уделяется личному вкладу каждого гражданина в сферу энергосбережения и экологии, независимо от того, дома или в каком-то общественном месте человек находится – на работе, в школе, в театре. Конечно, экология и энергосбережения тесно связаны между собой. Участвуя в различных акциях, люди напоминают о проблеме энергосбережения, о бережном отношении к нашей планете, о том, что мы оставим будущим поколениям. Использование природных ресурсов человеком может быть эффективным и неэффективным. Если природные ресурсы использовать правильно, то создаются возможности для их потребления и в далеком будущем. Но, к сожалению, в настоящее время природные запасы в целом используются нерационально, неблагоразумно. Это ведет к истощению природных ресурсов, нарушению экологических законов и загрязнению окружающей среды. Даже простые люди, не экологи, не ученые, должны задуматься над этой серьезной проблемой. Пока не поздно. Необходимо вместе находить пути решения. С самого детства надо знать и соблюдать простые правила. Не оставляйте мусор на природе, в лесу, на лугу, на берегах водоемов или в других местах. И не бросайте его на улицах городов и деревень. Не ломайте ветви, не топчите растения, не повреждайте кору деревьев. Не сливайте грязную воду, нефтепродукты в водоемы. Не бросайте туда мусор. Не мойте там свои велосипеды и другие транспортные средства. Не разжигайте костры под деревьями или в тех местах, где есть сухая трава. Если костер был разожжен по правилам, нужно тщательно его тушить, чтобы он не стал причиной пожара. Не трогайте лесных зверей, птиц, насекомых. Не разоряйте муравейники. Помните, стекло, полиэтиленовые пакеты, пластмасса перерабатываются в живой природе очень долго и наносят ей огромный урон. Например, срок разложения стекла более тысячи лет. Поэтому подобное изделие нужно отдавать на переработку. Экономьте бумагу. Не выбрасывайте листы, если вы исписали их только с одной стороны. Используйте и оборотную сторону тоже. Макулатуру можно сдать на вторичную переработку в специальных пунктах приема. Одна тонна макулатуры позволяет сохранить в среднем 10-15 деревьев. А ведь именно благодаря им мы дышим чистым воздухом. Экономьте воду, ведь ее запасы на нашей планете не безграничны. Закрывайте хорошо краны и дома, и в школе. Выключайте воду, пока чистите зубы. Экономьте электроэнергию. Выходя из комнаты, выключайте свет, а также бытовую технику, телевизор, например, если вы уходите надолго. Отключайте от сети электроприборы на ночь. У каждого из нас в доме есть электроприборы. Конечно, они наши незаменимые помощники. С помощью электрических приборов мы готовим еду, убираем в доме, стираем, гладим одежду, шьем, развлекаемся, узнаем новости и даже учимся. Пользуясь электроприборами, необходимо помнить и соблюдать определенные правила. Перед включением электроприбора в розетку необходимо убедиться в его исправности. Нужно осмотреть электрический прибор со всех сторон и удостовериться, что на нем нет повреждений, в том числе на проводе. Только тогда можно его включать. Ну и, разумеется, розетка тоже должна быть исправна. Нельзя включать много приборов в одну розетку. Это может привести к перенапряжению сети, поломке приборов или даже к пожару. Нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы. Использовать стиральную и посудомоечную машины нужно при полной загрузке. Это поможет сэкономить как электроэнергию, так и расход воды. Не трогайте приборы влажными руками, ведь вода проводит электрический ток, и можно получить электрический удар. Нужно использовать энергосберегающие лампы. Они потребляют на 70-80% меньше электроэнергии, чем лампы накаливания. Будьте аккуратными. Бережно относитесь к своей одежде. Очень много электроэнергии уходит на стирку и глажение. А бережное отношение к своей одежде способствует экономии электроэнергии. Вы же помните, что источником естественного света в помещениях служат окна. Для того, чтобы стекла пропускали больше солнечного тепла и света, необходимо поддерживать их чистоту. Стараться не загораживать их большим количеством цветов и не занавешивать шторами. Когда солнечного света недостаточно, мы пользуемся искусственным освещением. Как я уже говорил, нужно использовать энергосберегающие лампы. Правильное использование холодильника также позволяет экономить электроэнергию. Нужно лишь помнить простые правила. Устанавливать холодильник следует в наиболее прохладной части помещения, вдали от батарей отопления и других источников тепла. Прежде чем открыть дверцу холодильника, надо подумать, что вы хотите там взять. Ведь чем меньше мы держим дверцу открытой, тем меньше тепла впускаем в камеру, и компрессору не приходится потреблять дополнительную энергию. Также не стоит класть горячие продукты в камеру. Их необходимо охладить до комнатной температуры. В чайник надо наливать только то количество воды, которое требуется. Зачем кипятить двухлитровый чайник из-за одной кружки чая? Ведь для нагрева большого объема воды потребуется больше энергии. Пылесос потребляет значительно меньше энергии и лучше всасывает пыль, когда его мешок или контейнер для мусора пусты. Не стоит оставлять зарядные устройства телефонов и другой техники, подключенными к сети, если заряжаемые устройства к ним не подсоединены. Зарядные устройства в это время продолжают потреблять электроэнергию. При использовании кондиционеров и обогревателей необходимо закрывать окна и двери, чтобы приборы не тратили электроэнергию на охлаждение или нагрев окружающей среды. Сейчас, покупая бытовую технику, надо обращать внимание на ту, которая экономит энергию. А подскажет эта этикетка с цветной шкалой. Если отмечен красный цвет, то такую технику лучше не приобретать, пусть она и стоит дешевле. Зато энергии потребляет много и платить, соответственно, тоже придется больше, чем за ту технику, которая обозначена зеленым цветом. Это экономичная техника. Некоторые мальчики и девочки, да и взрослые, тоже думают. Ну, подумаешь, один раз не выключили свет или забыли плотно закрыть дверцу холодильника. Ничего страшного не произойдет. На самом деле, страшное уже произошло. Во-первых, это то, что человек так думает. Во-вторых, вы только представьте, что не выключили свет вы, ваши соседи, еще несколько человек в вашем подъезде, еще несколько десятков в вашем доме, сотен в вашем районе, тысяч в вашем городе. Сколько электроэнергии пропадает зря? А это значит, пропадают зря литры газа, вагоны угля, потоки нефти, которые добываются тяжелейшим трудом. Ведь все это нужно для работы электростанций, чтобы вырабатывать электроэнергию. Разве это трудно? Выключать электроприборы, которыми вы не пользуетесь. Выключить свет в комнате, если вы уходите. Не трудно, правда же? Такими простыми действиями вы экономите природные ископаемые и тем самым помогаете нашей планете. В завершении хочется сказать следующее. С каждым днем человек изобретает новые электроприборы, и с каждым днем мы все больше и больше используем электричество. Мы хотим, чтобы наша жизнь стала более комфортной. Но за все приходится платить. Чтобы будущие поколения тоже могли радоваться жизни, мы сейчас должны понимать, что богатства нашей планеты не безграничны. Чтобы оставить после себя добрую память потомкам, мы сейчас должны экономно использовать все то, что дала нам природа. Конечно, каждый человек должен сам нести ответственность за собственные действия и поступки, за свое экологическое поведение. Но иногда нужно помогать другим образовываться в этой сфере. Если ваш одноклассник выбросил бумажку из подмороженного мимо урны или не выключил свет в классе, нужно об этом ему сказать. Бережно относиться к родной земле, природным богатствам России и мира. Не быть равнодушным к действиям, которые наносят вред экологии. Приобретать опыт природосберегающей деятельности в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. Берегите энергию, берегите полезные ископаемые, берегите природу, чтобы она говорила нам спасибо, а не помогите. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, мой доклад был для вас полезен.